День защитника Украины В этом году украинские военные получили новую военную технику, почти 2000 единиц, и завтра передадут очередную партию. Российская агрессия, которая все еще продолжает, и военная загроза из Схода, очевидно, на долгую историческую перспективу. День защитника Украины День защитника Украины Всего этот район за время АТО потерял 19 человек. Большинство служили в 73-м морском центре боевых операций, который дислоцируется в Очакове. Их еще называют морскими котиками. И завдания, которые они выполняли, это завдания спецпризначенные. Тому и, так скажем, одни из таких найважчих. На открытие пришли родные и близкие павших бойцов. Он был командиром группы, с ним было 10 человек. И получилось, что Саша и Юрка приняли огонь на себя, защитив еще 8 человек своих сослуживцев. Они не дали, чтобы погибли те ребята. Сына нету, но мы его воспитали правильно. Нам очень тяжело сейчас, но он многое достиг в жизни. И то, что он был человеком и остался им до конца. Памятник морским пехотинцам, погибшим в зоне АТО, стал первым подобным монументом в Николаевской области. Уникальный проект запустили ко дню защитника Украины. Покрова на фронте. На Крещатике выставили 53 фотографии украинских воинов. 4 на 6 метров. Экспозиция открыта до вечера 16 октября. Организаторы – творческая группа Pro Production Ukraine. Активисты посетили места дислокации военных в аэропорту Мариуполь, селе Широкино, в Авдеевке, поселках Невельский и Песке, КПП Донецкий аэропорт. Защитники поделились с украинцами самыми сокровенными мыслями. Святкували. Це свято, для кого покрова була покровительниця їхнього, їх геройских козацьких вчинків. Вірю в те, що своїми силами тих офіцерів, які пройшли гартування війною, ми зможемо побудувати нову сильну українську армію, які будуть заздрити, поважати, навіть по-доброму побоюватися іншій армії світу. У кожного бойця своя история. Владимир Соловейко на війне потерял ногу. Товарищи два часа несли сапера на руках на базу. Медикам удалось спасти правую ногу бойца, но вместо левого парня протез. После реабилитации лейтенант вернулся на военную службу. З нашої частини я приставив до нагороди за ранення, бо я був поранений. Проводив інженерну розвідку в місцевості, наявність миновибухових предметів і потрапив на піхотну міну. Підривався на піхотну міну. Коли я повернувся з плена, на той момент мені Київ показався яким-то не таким уже теплым і уюдним, як раніше. Болі такий холодний і чужой. Маслом пишу картины «Когда бывает время». Ну, зараз у мене його почти нету, так що приходиться запустити це заняття. Кого-то війна сводить с роднёй, которую давно не видел. У других отбирає самих близких і даєт силы бороться самим в їх пам'ять. Під час бою один із будинків сільських побачили ми як зі сторони вулиці в цей же двір цього будинку зайшла група національних гордіців. І на чолі був видно офіцер, досить укомплектований. І на нього були краєм окулярів, що була балаклава. Коли ми зайшли, побачивши один одного, я був без балаклав, він був в балаклаві. Він зняв окуляри, зняв балаклаву. Це був мій кум, з яким я не бачився близько 10 років. І служив ще в ті часи, коли ми молодим лейтенантом познайомилися. Так зустрілися на війні. Така от зустріч в бою. Загинув мій син, молодший, Станіслав Мінюк, боєць батальйона «Ейдар». Я прийшла на його місце. Я голова правозахисної організації солдатських матерів «Мальва». Це день справжніх громадян України, які стали на захист своєї неньки України тоді, коли ворог вирішив окупувати нашу землю. До нас прийшли чужинці. Це наша земля, ми маємо її відстояти. Я нажила ту мудрість, яку не зуміла, на жаль, нажити до 49 років. Після 49 я зрозуміла, що в житті головне, а що просто важливе. Ця війна забрала найбільше, що в мене було – мого молодшого сина. Ця війна дала мені тисячі синів, якими я пишаюсь, як і громадянами України, і тим, що я живу в той час, коли строюється історія України. Я маю плани на майбутнє і хочу пекти хліб, піріжки, хочу вишивати, в'язати, читати, але тільки тоді, коли ворог прийде з моєї землі. Дякую. Ми зацікавлені в розвитку нашої інфраструктури, логистичних можливостей, портової інфраструктури. Не готові всі лякасприєті, не супроводжують ті проєкти, які будуть для вас цікавими в Україні. У Великобританиї є шанс остаться в Євросоюзі. Об цьому заявив президент Совета Європи Дональд Туск. Лондону достаточно просто відказатися від ідеї Брексіта. А любі попытки мягкого виходу з блока – це лише спекуляції. Туск подчеркнув, ЕС не пойдет на компроміси. Великобританія не сможет сохранити вигоди от торговли, которая у нее є, як у члена Євросоюза. Убиток компании Самсунг из-за прекращення производства продаж і відзіва смартфона Galaxy Note 7 составит 3 млрд долларов. Последний отчет за третий квартал показал убиток в 2 млрд. Акції компании упали в стоимости на 8%. В результате она подешевела на 17 млрд долларов. Флагманский Galaxy Note 7 поступил в продажу в августе этого года. В сентябре после сообщения о самовозгорании телефонов производитель отозвал 2,5 млн этих аппаратов. Телефоны начали принимать обратно или менять на исправные. Но вслед за этим стали поступать сообщения, что самовозгорается и замененная Galaxy Note 7. Для возврата смартфонов Самсунг высылает своим клиентам огнеупорные пакеты, поскольку многие почтовые службы отказываются пересылать опасные устройства. При этом даже правильно упакованные телефоны запрещено перевозить в самолетах. Предполагается, что компания потратит на утилизацию около 1 млрд 400 млн долларов. Германия и Австрия призывают продлить режим экстренных пограничных проверок внутри европейской зоны свободного перемещения. Это связано с миграционным кризисом. Срок действия режима истекает в середине ноября. В прошлом году связь небывалого наплыва мигрантов Австрия, Германия, Швеция, а также Дания, Венгрия и Словения возобновили контроль на национальных границах. Это подорвало основополагающий принцип шенгенской зоны о свободном передвижении и ее юридической основы. «Мы хотим вернуться к шенгенской зоне, полностью свободной от проверок. Но это означает, что нам необходимо эффективно защищать внешние границы. Вот почему я считаю правильным еще раз обеспечить возможность пограничных проверок на территории Европы». Заявление министра внутренних дел Германии сделал во время переговоров с коллегами в Люксембурге. Свободное передвижение в пределах шенгенской зоны восстанавливать пока не планируют. «Нужно реально смотреть на вещи. В Греции находится 50 тысяч беженцев. Много есть в балканских странах. Я сомневаюсь, что система восстановится 15 ноября. Мне кажется, что будет необходимо продление. Или же надо будет предпринять другие шаги». Руководство Европейской комиссии заявляет, хочет вернуться к нормальному функционированию шенгенской зоны уже к концу года. Хотя в прошлом месяце еврочиновники говорили, условия по-прежнему неподходящие, несмотря на снижение числа прибывающих мигрантов. Массовый наплыв беженцев привел ЕС к политическому кризису. Главный вопрос, который по-прежнему не решен – кто должен принимать людей. Многие страны, особенно восточноевропейские, отказываются признавать квоты по распределению мигрантов. Они говорят, что беженцы представляют угрозу и что преградой служат большие культурные и религиозные различия. В Таиланде прощаются с королем. Пхомипон Адулиадет скончался накануне, на 89-м году жизни. Он был самым долгоправящим из всех ныне действующих глав государства, а также из всех монахов в истории своей страны. О болезни Пхомипона в одянке головного мозга королевский двор объявил в прошлом году. Кончину короля оплакивает вся нация. Государственные флаги приспущены на правительственных и коммерческих зданиях. В стране объявлен траур. Тайцы приходят в большой дворец, чтобы помолиться и попрощаться с монархом. Плачут и женщины, и мужчины. Король пользовался уважением и любовью своих подданных. Его считали полубожественной особой. Я чувствую себя подавленной. Когда он будет смотреть на нас сверху, то мы дадим ему возможность гордиться нами. Мы должны быть сильными. Таиланд должен быть сильным и двигаться вперёд. Король Пхомипона Дулиадет вступил на престол 9 июня 1946 года. Коронация прошла 5 мая 1950-го. Статус короля в Таиланде носит церемониальный характер. Однако Пхомипон неоднократно принимал важные политические решения. В ранние годы правления он поддерживал военные режимы. Однако считается, что в 90-е годы прошлого столетия он сыграл большую роль в установлении демократии в Таиланде. Король также на собственные средства финансировал тысячи проектов развития, особенно в сельских районах. На престоле монарха сменит его единственный сын, 64-летний крон-принц Маха Вачераланкорн. Джим Ковальчик знает всё о том, что такое крепкие медвежьи объятия. Этого 700-килограммового зверя зовут Джимба. Всего медведи здесь 11. Они живут в приюте для животных в штате Нью-Йорк. Содержит его Джим и его жена Сьюзан. Эти медведи счастливы. Если бы было не так, вы бы это увидели. И я бы этого не делал. Приют семейной пары принимает раненых и брошенных животных. Посторонних людей не пускают. Проект некоммерческий. Помимо медведей, здесь лошади, олени и белки. Цель – возвращать их в дикую природу. Но этих медведей вернуть нельзя. Некоторые серьёзно ранены, а некоторые уже слишком привыкли жить в неволе. Реабилитационных центров, подобных этому, в США немало. Но подход Джима привлёк международное внимание. Мало кто позволяет себе взаимодействовать с хищниками и так близко. Не нужно никаких надуманных претензий. Вроде того, что они с людьми и прочее. Как вы видите, так всё и есть. Специалисты предупреждают – не пытайтесь повторить такое сами. Некоторые опасаются, что видеообъятие Джима с медведями может сбить кого-то с толку и создаться представление, что эти звери не опасны. Меня беспокоит это послание о том, что любое животное можно сделать домашним. Любое можно приручить. И что даже 700-килограммовый медведь может стать вашим другом. Джим же говорит, что самая большая проблема при общении с 23-летним Джимбо – следить, чтобы медведь на него случайно не улёгся. Субтитры создавал DimaTorzok